Реактор не выдержал. Почему? Потому что вода, которая охлаждала реактор, она почему-то перестала поступать, охлаждать. И все это дело взорвалось, вот как чайник у вас на плитке кипит, вот та же самая крышка вылетела. Анатолий Юрьевич Першуков, председатель общественного движения «Чернобыль» по Усть-Куломскому району, рассказывает, как произошла авария. Вот так выглядела АЭС 26 апреля. Пожар тушили 24 машины. Тогда же с Киева прибыл полк химической защиты. Там их было 25 тысяч человек. Буквально за неделю автобусы мы всех вывезли. Потом в течение месяца вывозили из населенных пунктов. Сапоги, куртка, фуфайка, формовка. На этих фотографиях ликвидаторы аварии в зимней одежде. Вот и вся защита. А вот летняя форма, легкое обмундирование. Органы дыхания защищали лепестком. Одноразовые респираторы меняли каждые 4 часа. На вид простое средство, но оно не имеет аналогов во всем мире до сих пор. Всю информацию об участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС из Усть-Куломского района сегодня можно узнать на сайте «Культурное наследие Верхней Вычигды». Рубрику «Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС» постоянно пополняют сотрудники Центральной районной библиотеки. Из села Усть-Кулом на аварии побывали 45 жителей. Алексей Иванович Игнатов с февраля по май 1987 года работал на крыше электростанции. Заходил в бункер. Вспоминает, выбросы были как зола. Сейчас тоже, видите, когда война идет на Украине, просят что от вас? Вот эти печки, потом что, свечи, которые немножко в течение 2-3 часов дают огонь. Вот то же самое было и здесь, в этих палатках. Но трех месяцев там никто не служил. Общественники и библиотекари активно занимаются поисками биографий ликвидаторов. Из 45 усть-куломцев сегодня информация есть о 37 участниках. Всего же работали на АЭС Чернобыля жители 25 населенных пунктов муниципалитета. А после этой встречи к поисковой работе готовы приобщиться кадеты и местные школьники. Анастасия Тюрина, телеканал Юрган.